всем привет благодарю вас как всегда за то что смотрите эти ролики слушаете эти монологи пишите комментарии и я на них отвечаю иногда так что пишите можно можем пообщаться ну собственно говоря что мы и делаем зачастую и напоминаю вам о существовании плейлистов пожалуйста если вы хотите увидеть какую-нибудь пластинку в моих руках посмотрите сначала в плейлисты там очень много уже всякого разного есть но если не найдете тогда пишите в комментариях чтобы вы хотели увидеть возможно эта пластинка которые вы ищете окажется в моих шкафах я специально ничего не приношу я показываю только те пластинки которые есть у меня дома я ничего не рекламирую ниоткуда не притаскиваю что потом отдать показав здесь ничего подобного только свое родное из шкафов шкафы покажу просят показать шкафы один бы тут торчит остальные раз два три 4 5 покажу хорошо напомнили мне о пластинках биби кинга их у меня не очень много штук наверное восемь или девять одну из них я уже показывал я очень люблю этого гитариста меня с этой музыкой познакомил мой товарищ саша лепницкий покойный к сожалению я его помню люблю и ценю то время которое было с ним прожито мы мы собственно говоря группа кино началась практически в москве у него на квартире в каретном ряду напротив петровки 38 вот прямо прямо там была наша база такая мы туда приезжали там ночевали ели пили смотрели видеомагнитофон все было очень здорово ну и не только мы и группа аквариум там селилась и странные игры и майк и зоопарк и кого там только не было там было хорошо у заши была приличная коллекция пластинок по тем временам это но нашего на ком состоялась в начале восьмидесятых по тем временам было вполне прилично и у него очень много биби кинга а в ту пору хотя мне было уже там 20 с лишним я биби кинга не особенно как-то слушал можно сказать практически не слушал потому что было много другой музыки и вот у него дома мы стали слушать кинга и я так полюбил и с тех пор так и люблю эту музыку и постепенно как-то вот собираю пластинка савру ну значит собираю покупают то что вот то что я вижу деньги оказались в кармане купил не оказалось денег в кармане не купил что-то поменялся это ушло пришло но кое-что все равно есть одна из любимых пластинок вот это вот видно ее да хорошо ну вот как то так это концерт пластинка вышла в семьдесят первом году записано в семидесятом baby king life in cook country jail самая большая тюрьма города чикаго cook country jail бесплатный концерт сыграл baby king с группы в этой тюрьме довольно большой но целиком он сюда не вошел хотя я думаю что осталось там совсем немножко потому что все таки это тюрьма и там устраивать какие-то многочасовые фестивали вряд ли было возможно каким-то чудом вообще king с каким-то местным политиком вместе они договорились с руководством этой тюрьмы cook country jail и концерт удалось организовать и пианист группы это его очень интересные воспоминания опубликовал где-то я читал как они туда приехали как они там ходили по этой тюрьме вначале их всех обыскали естественно настроение сразу поднялось адреналин забурлил вокруг бандиты реальные настоящие бандиты убийцы насильники террористы и все прочее все черные в основном все черные чикаго это вообще черный город смысле национальности смысле внешность и вот это огромная толпа черных преступников их окружила пошли они в столовую поели обычный обед заключенных их накормили в столовых но я кстати говоря представляю примерно как это было во всех этих заведениях примерно одинаково и принимают артистов хорошо принимают но кормят также как обычных зеков покормили потом повели уже значит чуть передохнув они успели пообщаться с преступниками которые их окружили со всех сторон предлагали им траву запах как пианист рассказывает от травы они отказались но все эти зеки курили во всю траву прямо там во дворе и вокруг и запах такой стоял которую я не слышал ни в нью-йорке не в чикаго не в сан-франциско нигде где они все это брали совершенно непонятно потом их повели во двор где на возвышении вставлялась аппаратура и привели их туда естественно пораньше чтобы сделать саунд чек какой-то и туда же запустили сразу публику сразу запустили всех бандитов в количестве 2150 по моему ли до 2120 по моему где-то вот так вот было представляете до 2100 человек бандитов убийц грабителей воров насильников и террористов в этом дворе группа на сцене там саунд чек всех зрителей посадили на землю никаких лавочек там не было просто все сидят на земле вот здесь есть даже такая на задней стороне фотографии и вот эти бандиты сидят и смотрят и начались волнения среди бандитов быстрее до сапожники давай музыку музон давай все обкуренные еще не с вами тоже тюрьма ну как-то настроение поднялось еще сильнее адреналин еще крепче забурлил пианист подошел к пианино который там стоял на сцене потрогал его и он пишет что такое ощущение что это пианино год лежала под водой потому что звука никакого нет говоришь когда я играл мне приходилось играть вовсю хоть как-то что-то звучало и настроено она была на полтона ниже поэтому приходилось транспонировать сразу все песни значит на полтона выше их пытаться играть но тем не менее задор такой видимо вот этот вот адреналин вот этот все таки напряжение и страх некий все это играло свою роль и с таким задором влепили и биби кинг и вся группа в мочили так что это пластинка считается одной из лучших концертных записей биби кинга и одной из лучших концертных записей вообще в принципе 60-х годов 70-х неважно потому что концерт потрясающий есть у биби кинга еще пара концертных альбомов очень хороших которых я расскажу но это входит в число главных записей если хотите познакомиться с музыкой биби кинга никогда до этого не слышали вообще этого парня буду называть его парень потому что в любом возрасте блюзмэн это парень блюзмэна не стареют так же как и настоящие рок музыканты то конечно можно начинать с этого альбома вы не промахнетесь тут сразу вылепляется после короткого представления группы там вышла администрации с регали что вот сейчас перед вами выступит наш любимый дорогой заслуженный артист соединенных штатов америки там ля-ля-ля бла-бла-бла там начали свистеть ругаться материться в смысле это музон давай нам хватит болтать тогда в общем администрация ушла вышел к микрофону биби кинг и every day i have the blues знаменитейшая песня с которой всегда начинались но не всегда но в основном 90 процентов концертов начинали с этой песни в бешеном темпе группа вся ну нервы нервы когда нервы то играть это медленные штучки как-то не очень комфортно а здесь просто от души в мочили every day i have the blues несмотря на нервы и на все остальное биби кинг блестяще играет на гитаре просто вот этот звук его его я извини за выражение бэнды то есть подтяжки вибрато сразу хочется забыть вообще всех рок-гитаристов вообще вот это вся суета вот это все вот эти понты какие-то вот эти все вот эти какие-то примочки все это все это вот эти вот педалборды провода это какая-то хрень вообще не нужно это все вообще вот послушайте как играет здесь биби кинг без педалбордов без без вот этого всего этой чуши без этой суеты без этой вот без этого бешенства какого-то чудовищного играет человек на гитаре гибсон гибсон ес 335 и так она звучит так она поет и такая динамика так меняется эта самая динамика у него громче тише гитара поет мяукает шепчет уходит совсем потом появляется снова без всяких без кручения ручек все играется пальцами медиатором пальцами все человек сливается с этой гитары и так это это такая музыка настоящая музыка настоящий без без понтов никаких вот этих вот понтов ничего просто полный кайф ну и поет king конечно один из выдающихся вокалистов не побоюсь этого слова ну скажем так блюзовых я не буду нежные души любителей хард-рока бередить у которых свои любимые певцы есть я их знаю по фамилии не буду говорить это лучи певец рок-музыки уж пожалею да будем говорить о блюзе да пускай будет лучи певец среди блюзовых ну то что это главный блюзман я говорю да да ну это мое мнение может быть кто-то не разделяет может быть кто-то будет считать что гарри мур главный блюзман на мой взгляд это главный блюзман блюзман номер один биликинг и по голосу и по подаче и по юмору и по драйву по свингу все в нем есть и по качеству игры конечно это безупречно ну после не вреда их и плюс how blue can you get начинается песня хочется сказать таким же блестящим соло да с таким же блестящим соло начинается и здесь идет не то чтобы разговор с публикой а такой театрализованный вокал когда baby king поет за мужчину потом поет за женщину там возникает диалог песня напоминает как я писал в какой-то статье напоминает александра сергеевича пушкина про старуху как жил-то был старик со старухой и и так далее так далее старуха просила все больше 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 да 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 вот здесь то та же история то есть я подарил форта нам требует лимузин все ей мало все и мало и baby king поет из-за него из-за нее и играет на гитаре все это очень здорово очень смешно публика реагирует ну и четвертый номер воли 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 на 10 минут вот здесь уже игра гитарная такая пошла что можно отрубиться полностью и погрузиться в звук вот этого гипсона есть 3 335 baby king а его пальцев его голоса который здесь тоже присутствует и это уже вот блюз как он есть вот хотите блюз вот он вот он другого не услышите лучше не услышите ничего и их много всяких разных ну вот это блюз как он есть такой вот настоящий десять минут полного кайфа на вторую старе медли three o'clock blues первый хит биби кинга не помню какого-то 50 каких-то ранних очень лет практически первая песня которая сделала его известным биби кинга все клуб блюз даже дали на you know i love you две песни два в одном что называется живенько бодро и биби кинг здесь говорит с этой песни вы узнали про меня кто такой биби кинг все кричат да да узнали кинг да узнали здорово очень хорошо потом sweet 16 на четыре с половиной минуты тоже песня из середины 6 середины 50-х годов сыграно очень тяжело в среднем темпе с гитарными проходами с замечательным голосом кинга тяжелая версия раскачивающая такая публика реагирует соответственно ну я так додумываю например вот очень хорошо и ближе к концу уже пять с половиной минут the thrill is gone новая по тем временам песня написано в шестьдесят девятом году выше высших свет шестьдесят девятом году и вот это блюз который перешибает даже вори 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 многие считают что это лучшее исполнение этой песни из всех тех которые и всех из всех версий биби кинга хотя он практически на всех концертах эту песню играл ну по крайней мере на тех которые я слышал the thrill is gone много блюзманов и играли много версий биби кинга существует но здесь он как-то так от души из такой игрой потрясающий без опять таки без перед без пережатия без суперскоростных вот этих каких-то вот волосорвальных пассажей так просто все на месте вот все на месте спето сыграно все на миссии такое чувство так это продирает что публика там наверно как-то даже отдохнула и призадумалась ну и в конце плюс плясаться my love начинается как эстрадный номер почти фрэнк синатра king поет замечательно около джазовая такая линия которая переходит в бешеный драйв в конце и в этот бешеный драйв свинг рок-н-ролл оттяг все это взрывается звуком все довольны все счастливы и концерт заканчивается блестящая пластинка после этого концерта веби кинг сыграл еще больше 50 бесплатных концертов в тюрьмах в различных и организовал фонд помощи заключенным фонд помощи реабилитации что-то такое в общем щедр был и на музыку и на жизнь и на общение и на поддержку ближнего своего вот так вот я пошел пить пока